В какой вуз мечтаешь поступить после школы? Это, пожалуй, один из самых часто задаваемых вопросов старшеклассникам. Но, к сожалению, многие ребята не в силах на него ответить. Кто-то не знает, в какой сфере деятельности ему будет лучше и интереснее трудиться, другой не может выбрать между несколькими вариантами. Поэтому сегодня мы решили рассказать о том, на что следует обратить внимание при выборе будущей профессии, а также об одной из самых популярных и быстрорастущих сфер деятельности в современном мире. Выбрать профессию не всегда легко, но важно помнить, что обучение новой специальности должно вам нравиться. Подумайте, что вам интересно и с чем бы вы хотели связать свою жизнь. Превратить хобби в работу или наоборот – это идеальные варианты. Но не у каждого есть такое занятие, с которым он хотел бы связать свою профессию. В таком случае не бойтесь пробовать что-то новое. Для того, чтобы понять, какая специальность для вас ближе, есть множество способов. Записывайтесь в волонтерские организации, старайтесь посетить рабочие места и пообщаться со специалистами, интересующих вас профессией, если это возможно. Пройдите тесты на профориентацию. Не забывайте про учебу в школе, потому что каждый предмет развивает ту или иную часть вашей личности. И просто расширяйте свой кругозор. Благодаря этому вы сможете больше узнать о самом себе и окружающем вас мире. И уже в школьные годы прикоснуться к некоторым профессиям. Но самое главное – вы получите бесценный опыт, который вам обязательно пригодится. В последнее время одной из самых распространенных и активных сфер деятельности являются IT-технологии. Эта отрасль постоянно растет и расширяется, образуя новые направления и тренды, требующие привлечения новых специалистов. Что же такое IT? Информационные технологии или Information Technology – самый бурно развивающийся сектор мировой экономики. Сегодня ни одна отрасль не обходится без специалистов по информационным технологиям. Сборы, анализ статистики и быстрая передача информации привели к качественным изменениям почти в каждой сфере жизни. Автоматизация на производстве, электронный документооборот, дистанционное образование – это яркие примеры повсеместного внедрения информационно-коммуникационных технологий. Под IT-специалистами понимают довольно обширную группу профессионалов, чья сфера деятельности связана с информационными технологиями. Так называть себя могут и веб-дизайнеры, и менеджеры по продвижению в соцсетях, и системные администраторы, и программисты, и специалисты по машинному обучению. Поэтому неважно, гуманитарий вы или технарь, увлекаетесь музыкой или живописью, любите общаться с людьми или создавать новые дизайны, вы сможете найти для себя интересную и востребованную профессию в IT-сфере. Если вы чувствуете, что информационные технологии – это ваше, то не теряйте времени и начинайте изучать IT-сферу. Узнайте о ее направлениях, в вузах, имеющих IT-специальности, освойте графические редакторы, программы для монтажа видео или аудио, познакомьтесь с языками программирования. Это станет не только хорошим подспорьем в вашей будущей профессии, эти навыки будут полезны вам, даже если вы не свяжете свою жизнь с IT-сферой. Не бойтесь пробовать что-то новое, чем больше вы узнаете о окружающем вас мире, тем проще вам будет определиться со своим будущим.